Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня день российской науки. Научное сообщество Карачаева-Черкесии поздравляет глава Республики Рашид Тимрезов. Сегодня мы отмечаем праздник всех, кто посвятил свою трудовую жизнь науке. Наша страна во все времена славилась великими учеными и изобретателями, чьи исследования и открытия стали значимой частью мирового наследия. Отрадно, что свой вклад вносит и Карачаева-Черкесия, где вот уже почти 60 лет успешно функционирует специальная астрофизическая обсерватория РАН. Свои открытия в области астрофизики здесь делают ученые со всего мира. И сегодня, в непростой период, для всего мира мы снова показали, как огромен потенциал российской науки. Много великих имен и открытий дала наша страна миру. Всем известны такие ученые, как Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев и многие другие. Благодаря их усилиям страна стала родиной выдающихся открытий и изобретений человеческой цивилизации. Неотъемлемой частью Большого российского научного сообщества служит Институт гуманитарных исследований Карачаева-Черкесии. О работе ученых института и об истории возникновения Дня российской науки расскажет Альбина Ламкова. Институт гуманитарных исследований при правительстве республики был основан в 1932 году. За время его существования сделано очень много. Появились достаточно значимые научные труды в области истории, этнографии, литературы и других гуманитарных наук. Благодаря проделанной работе подрастающее поколение может познавать историю и традиции всех народов, населяющих нашу республику. Это самое главное. Те знания, которые накопили наши народы, не должны оставаться на книжных полках. Они должны перейти нашим детям для чтения их и изучения. Проводилось очень много встреч со школьниками. Ученые, так и называлось это мероприятие, ученые в школу. И у нас был составлен график, и по этому графику наши ученые выступали в школе. Цель какая была? Основная цель это немножко поговорить с детьми, чтобы им рассказать о значении науки. Чтобы дети, особенно выпускники школ, чтобы они загорелись, чтобы глазки загорелись, чтобы они захотели пойти в науку. За заслуги в области исторической и филологической науки, развития просвещения и культуры Карачаева-Черкесской автономной области, в 1982 году коллектив Института гуманитарных исследований был награжден Орденом Знак Почета, указом Президиума Верховного Совета СССР. Для ученых важно, чтобы была достойная оценка их работе, и в итоге их труд становится достоянием народа. Россия всегда славилась пытливыми умами и неугомонными исследователями. Но в ранг научных деятелей ученые-мужи были возведены только при Петре I, он же 8 февраля 1724 года издал указ о развитии науки в российском государстве, а затем по его решению была открыта Академия наук. Великий реформатор прекрасно понимал значение образования и научной мысли в развитии страны. Это праздник тех людей, которые отдали свою жизнь тому, чтобы исследовать интересующие их или общество проблемы. Это всегда очень сложно, это всегда очень самоотверженно, это не так хорошо оплачиваемое. Поэтому эти люди чаще всего люди, которые энтузиасты, люди, которыми движет интерес. Интерес людей, призванных служить науке, не угасает. Потому каждый год ведутся разработки как опытными, так и молодыми учеными. Только за предыдущий год сотрудниками Республиканского института было опубликовано 7 больших и значимых научно-исследовательских работ. Альбина Ламкова, Галина Алиева, Максим Долгов. Вести Карачаева-Черкесия. А я просто поздравляю. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов приносит свои искренние соболезнования родным и близкам Лидии Даниловны. Светлая память светлому человеку. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 37 379 человек. Из них 32 тысячи семь выздоровели, 499 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии. Большой дождь, переходящий мокрый снег. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем 5-7 градусов выше нуля. Ночью на дорогах голоредится. Продолжаем выпуск. В зимний месяц и дикие животные особенно нуждаются в подкорме. Для этой цели егери обустраивают специальные площадки на охотничьих угодьях по всей территории республики. На лесном фуршете побывал и Фатима Даурова. Зимняя дорога в лес полна приключений и опасностей. Чтобы добраться до подкормочной площадки, нашему водителю пришлось постараться. Ну а на месте нас встретил Владимир Байрамуков. Егер отдела охраны объектов животного мира и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии республики. Раз в неделю он со своими коллегами навещает подкормочные площадки. Опытный глаз следопыта сразу же определяет, кто недавно прошелся по рыхлому снегу. Вот здесь, видите, запорошило чуть-чуть сверху, а так это след кабана. Знаете, чем он отличается? Он такой же, как, ну, можно сказать, как у овцы, только сзади у него тоже такие наросты. А вот здесь вот более ярче видно, его нарост вот задний. Это именно кабанов эти отличительные черта. Обычно лесные жители приходят в лесную столовку по ночам и не встречаются с людьми. Меню разнообразное. Зерно, сено. С весны егери заготавливают на зиму дубовые и крапивные веники. Ими любят лакомиться кабаны. Если зима снежная и морозная, с февраля по март подкармливают зайцев и фазанов. Им хватает фуражного зерна. И, конечно же, круглый год раскладывают всеми любимое лакомство – соль, лизунец. После циклонов снежный покров в урочище Кайнлы достиг 20-сантиметровой толщины. Засыпав все тропы и предложив всего два варианта обитателям леса. Это сутками лежать у себя на одном месте, чтобы сберечь энергию или все-таки пробиваться на подкормочные площадки, которые обустроены егерями. Звери привыкают, что еда раз за разом появляется в одном и том же месте и постоянно ходят поблизости, поджидая егерей. В принципе, егеря должны знать, где ходит зверь, какой зверь, сколько ходит. Поэтому мы подкармливаем по методу их скопления, где они чаще ходят, где они чаще собираются. По этим принципам. А обычно какие звери уже знают и приходят в столовку в эту лесную? Здесь в основном кабан. Кабан сюда приходит, косули здесь часто бывают, зайчики. Егеря не только подкармливают животных, но и организуют лечебные грязевые ванны для кабанов. Следы от такой ванны можно заметить на стволе дерева, где они обычно привыкли расчесывать шерсть. Там, где лужи, грязь, кабаны любят такое место и делают там лёжки себе. Это так называемые места, где они могут лежать там, убивать своих паразитов и так далее. Обычно в такое место мы ещё добавляем немного масла. Масло имеется в виду машинного масла, которое тоже убивает этих паразитов. То есть это как бы антисептик своего рода. Уход за домашними животными, в отличие от диких, включает в себя контроль над их передвижением. Поэтому животноводы, фермеры и аграрии пользуются надёжной и эффективной преградой. Но есть обратная сторона столь выгодного электрического забора, которое наносит вред опитателям леса. Особое беспокойство у егерей вызывает современное огородительное устройство, которое в народе величается как электропастух. Оно препятствует миграции лесных животных, потому что попросту закрывает доступ к тропам, по которым привыкли они ходить. Каждый же знает, который особенно занимается сельским хозяйством, есть тропы, по которым ходят именно дикие звери. Ни лошади, ни кто-то ещё по лесу ходят в основном дикие звери, которые упираются в их пастухи и так далее. То есть оставлять, по крайней мере, места, не всё полностью закрывать, оставлять какие-то места для того, чтобы эти звери могли обойти и пройти дальше, в лес или в другой участок и так далее. Всё закрывать, конечно, это очень плохо. Вот такое пожелание, такой совет я хотел бы дать. В этот день Владимир поделился с нами тревожными мыслями, что гложет видавшего виды охотника. В глазах егеря было столько досады, а в речи столько горечи, когда он говорил о так называемых «охотниках». Например, на внутренности и также рогах, копыты, тоже косули, на которую вообще охота запрещена. Вообще. Вот когда мы ходим по лесу, бывает, что мы ткаемся на такие вот останки, и это говорит именно о браконьерстве. То есть это не волками съедено там, а именно шкура содрана аккуратненько, значит, в сторонку поставить. Волки так не делают. Волки так не делают. Так поступают двуногие хищники, которые, по словам егеря, группами выходят ловить адреналиновый кайф от охоты и забываются в угарном желании пролить кровь. Фатима Дорова, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Жигутинский район. В Донбай прошли уже традиционные всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Соревнования прошли на ледовом катке в центре поселка. Необходимо было преодолеть дистанцию в 50 и 100 метров. Состоялись также эстафеты среди семейных и студенческих команд. Участников забегов поддерживали творческие коллективы республики. По завершению состязаний всех победителей наградили памятными кубками, грамотами и традиционные угощения. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Напомним, «Лёд надежды нашей» – это спортивно-массовое мероприятие по конькобежному спорту с многолетней славной историей. Новый магазин меховых изделий «Пиковая дама» способен удивить богатством ассортимента и доступными ценами. В каталоге огромный выбор элегантных и изысканных шуб и полушубков различного фасона, длины и цвета. Их можно приобрести в рассрочку или обменять старую шубу на новую. Подробности расскажет Мурат Жанкёзов. Представлена новая коллекция меховых изделий на все вкусы для всех возрастов. Уважаемые жители города Черкеска, мы рады приветствовать вас на нашей выставке петенгорских шуб «Пиковая дама». На нашей выставке представлены изделия из меха мутона, астрогана, лисы, норки, чернобурки и стриженной нутрии. В сезон скидок и специальных предложений позволить себе стать обладателем изысканных изделий из самого разного меха могут все жительницы и гости республиканской столицы. Здесь можно оформить товар в кредит, а консультанты помогут подобрать, пожалуй, самый важный предмет женского гардероба по последней моде. Мы оформляем данный товар, здесь идут шубы в рассрочку, в кредит, сроки разные, поэтому все будет зависеть от желания клиента, как будет удобно, как выгодно. Рассрочка предоставляется до трех лет, а размерный ряд изделий от 38 до 72. В «Пиковой даме» действует еще одна акция – «Меняем старую шубу на новую». Выставка работает до 13 февраля каждый день с 10 до 19 часов по адресу Черкес, Октябрьская, 138, кафе «Ривьера». Мурат Женюзов, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Соборная мечесть Уджигуты объявляет конкурс чтецов Корана. Участвовать может любой желающий, кто умеет читать Коран и проживает в Уджигутинском районе. Победители получат денежные призы. Желающим принять участие необходимо записаться по телефону, который вы видите на экране до 17 февраля. Санконкурс чтецов Корана состоится 20 февраля в 10 часов. Это все вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Склифосовский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова